Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы записываем Священное Писание, но мы знаем, что это толкование блаженного фекилакта. Итак, номер 7. 1 Петра, 4 глава, 14-15 стихи. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулиться, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Толкование блаженного фекилакта. Потому что, когда обвинение их на вас окажется ложным, их постигнет стыд, а вам будет слава. Посягающий на чужое, тот, кто излишне любопытствует о чужих делах, чтобы иметь повод к злословию. Но такое занятие свойственно душе нечистой, злодейственной и готовой на всякое зло. Вот я по неволе это вспоминаю, вот затеялись сейчас, вот лезут. А кто епископ у вас? А ты-то заботишься об епископе? Нет, ему веха-то не надо. А до этого, когда не было никакого еще признания друг друга, так что там делали? Монахини выкидывали на Ильонской горе, там Магдалина, Мария, отбирали храмы, что только не делали. Полицейских вызывали. А тут сразу раз другие, опять затихло маленько. А теперь признание, главное, чтобы их признали. Я все исследую и находил так, что признание возможно было бы, если отреклись они от сергианства, от этой предательской декларации. Без этого никак нельзя, абсолютно. Ну, если только бы признали это, они выбросили, сотрудничество с властями было осуждено. Ну, а канонизация это уже произошла, царского семейства. Ну, и дальше бы сказали, что теперь надо делать по слову Божию, по Евангелию. Ничего этого не было сделано. Никакой подвижки. Патриархия поглотила просто зарубежную церковь, ну и все. А-то эти ничем не отличались. Я им это говорил, еще в Синодии в Нью-Йорке был. И здесь, посягающие на чужое любопытство, и залазят, узнают. Ну, после этого напишем ролик. Я тут просто обдумал уже, необходим. Я из бани выхожу, сейчас на этот ролик нападает. 1 Петра 4, 16-17. А если как христианин, то не стыдись, но прославляя Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Толкование. Судом называют здесь апостол не осуждение, но исследование, рассмотрение. Наводит на них страх, чтобы отклонить их от жизни рассеянной. Почему и прибавляет. Если прежде наследуется ваша жизнь, то какой конец будет непокорным? Начинается суд прежде с Дома Божия. Ибо по словам Василия Великого, мы естественно негодуем на домашних своих, когда они провинятся перед нами. А Богу свои судь не кто иные, как верные, наполняющие Дом Его. То есть Церковь. Посему и Спаситель говорил, в Матфея 25-34, «Прежде скажет тем, которые по правую сторону Его. Судом или рассмотрением называют здесь скорби, причиняемые верным от нечестивых, о наступлении коих предвозвещал Господь, говоря, в Матфея 10-17, «Будут отдавать воссудилище» и так далее. Потом, как бы в утешении их, говорит, «Если вас, так близких к Нему, не щадит, то представьте себе, какой конец будет нечестивым». И подтверждает это местом из Писания. Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Сравнить притчи 11-31. «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». Смысл речи такой, если праведник получает спасение с трудом и напряжением, ибо Царствие Небесной силой берется. И если кто получит оное, то со многими скорбями, Матфея 11-12, Деяние 14-22, «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, то какую долю получат проводящие жизнь в неге и наслаждениях? Нужно подразумевать нечестивые в будущем веке. Посему и мы, страждущие по воле Божией, не должны унывать, но должны предавать Ему души свои, как верному Создателю, делая добро». Комментарий Игнатия Лапкина. «Какие из своих высказываний, утверждений мы можем подтвердить в местном Писании? А если не можем, и однако же противимся ясно сказанному в Библии, то такой человек вполне заслуживает прозвища антибиблеиста и антихриста». 1 Петра 4, 18, 19 «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Толкование. Словом «воля Божия» апостол показывает или то, что страдания наши бывают не без промысла Божия, но посылается от Нему в качестве испытания, или то, что страдает за волю Его, мы Ему не должны предоставлять и окончания страданий. Ибо Он верен и не ложен в обещаниях Своих, и не допустит нам быть искушаемыми сверх сил». 1 Коринфянам 10, 13 «Как же должно предавать самого себя Богу, делая добро, говорит? Что же значит это? Значит полагаться на Бога со смиренно мудрее, не предавать много цены своим страданиям, но чем более кто страждет, тем более должен почитать себя непотребным. Говоря ко Господу, «Праведен Ты во всем, что соделал с нами»» Даниил 3, 27 «Нечестивый и грешный – разница между собой тем, что нечестивый вовсе не признает Бога, а грешный, имея веру в Бога, презирает закон его. Впрочем, и один и тот же человек может быть нечестивым и грешным, ибо совершая беззаконие, он без сомнения не чествует, не помышляя во время греха о бытие Божие». Псалом 9, 25 «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога». 1 Петра, 5 глава, 1-5 стихи «Пастри ваших умоляю я, сопастри, и свидетель страданий Христовых, и соучастник славы, которая должна открыться. 2 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастри-начальник, вы получите неугадающий венец славы. 3 Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Толкование. Он называет себя пастырем, пресвитером, или по возрасту, или по достоинству епископа. Ибо и книга Деяния, 20-17, называет пресвитерами и епископов. Потом желаю показать, что он преимуществует пред ними, и что называет себя сапасторем по смиренно-мудрию, выставляет свое достоинство, именно то, что он свидетель страданий Христовых. Он говорит как бы так, «Если я, изъяснивший вам такие видения, не нахожу низким называть себя сапасторем, то и вам несправедливо возноситься над почтенными, подчиненными своими». Также о смиренно-мудрии Господь говорит, «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам» Иоанна 13,14. Апостол прибавляет, что он соучастник в славе, которая должна открыться. Для того, чтобы представить преимущество смиренно-мудрия, подобно как и Павел говорит, «Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь пред Ним» в Колосе на 3,4. «Непринужденно пасет тот, кто в самом себе предлагает своим посомым пример доброй деятельности и тем побуждает их друг при другом соревновать учителю. Не для глусной корысти пасет тот, кто не выступает вперед с гордостью и не высится над подчиненными, но живет нероскошно. Или кто не домогается драгоценных одежд и роскошных яств, которые производят гордость и служат поводом гнусной корысти. Наследием называют священное собрание. Прибавление, подавай пример стаду, означает то же, что пасите непринужденно. В словах, и когда явится пастырь-начальник, союз «и» поставлен вместо «добы», то есть, чтобы, когда явится пастырь-начальник, вам получить венец нетления. 1 Петра, 5 глава, 6-7 стихи. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Толкование. Облекитесь, значит, опояжьтесь, оденьтесь или наложите на себя, окружите себя со всех сторон. Апостол говорит о времени своем, как и Давид говорит, которое древо приносит плод свой, во время свое. 1 Псалом, 3 стих. Слово «во время» намекается на возвышение в будущем веке. Каковое? Возвышение и оно только одно, неизменно и прочно. Ибо здешнее возвышение не безопасно и не твердо, но скорее унижается, нежели возвышается. А что смирение возвышает, об этом Сам Господь говорит. Лука 14, 11. «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Марко 9, 35. «Кто из вас хочет быть первым, будь из всех последним». Словом, в свое время апостол указал на то, что возвышение от смирения обещается в будущем веке. «Ибо время неизменчивых благ в будущем веке». Потом, чтобы удалить страх, бывающий при смирении, говорит «Не бойся, но всю заботу свою возложи на Господа, ибо Он печется, то есть заботится обо всем этом». 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, и ища кого поглотить. Противостаньте Ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Толкование. «На тех, которые привыкли спать душевно, а это значит быть поглощенными суетой, и через то обременяет трезвость души, нападает лукавый зверя чаяния, предостерегает сего ученик крестов, убеждает всегда бодрствовать и беречься с сеятеля плевелов, чтобы когда мы спим, то есть ведем жизнь беспечную и ленивую, он тайно не носил лукавых помыслов и не отвлек от истинной жизни, потому что он, говорит, непрестанно обходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Святой Иустин Мученик причину такого неослабного коварства и наветов со стороны дьявола полагает в том, что дьявол до пришествия Господня ясно не знал, сколь сильно его наказание, так как святые пророки выражались об этом загадочно, так Исайя всю печальную историю и судьбу дьявола прикровенно изобразил в лице осириянина. Исайя 18, глава 4 по 27 стих. «А когда с пришествием Господа дьявол ясно узнал, что ему и ангелам его предлежит и уготован вечный огонь, Евангелие от Матфея 25, глава 41 стих, с тех пор он непрестанно строит верующим ковы, желая многих сделать общниками своего отступления, чтобы ни одному терпеть бесславие, осуждение и в этом находить холодное и злобное утешение. Вероятно, много скорбей за Христа претерпевали те, которым писал это апостол Петр, потому что он и утешает их в начале и в конце послания. Вначале тем, что они становятся общниками страдания Господа и наследниками, имеющие открыться славы, а здесь тем, что страдают не одни, только они, но и все верующие, живущие в мире. 1 Петра, 5 глава, 10-11 стихи. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе Сам, по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Толкование. И в начале послания, 1 главе 2-3 стихи, апостол сказал, что Отец помиловал нас через Сына, и теперь в конце он его учит, что тот же Отец призвал нас через Сына, ибо в том, и цель апостола, чтобы проповедовать таинство. Хотя бы они делали это вместе с увещанием. Комментарии Игнатия Лапкина. Вся жизнь апостолов была посвящена проповеди Евангелия. Ни богослужению, ни требам, ни совершению таинств. Это все люди придумают позже и поставят на место Евангелия. Цель апостолов проповедовать таинство. Проповедовать не о семи таинствах, какие спустя столетия установили в церкви и назвали их таинствами. Но таинством называется тайна воплощения Сына Божия. Тайна примирения людей с Богом, Отцом, через заместительную жертву единородного Сына Божия. Это тайна соединения во Христе и в церкви Христовой евреев и всех язычников, которые уверуют во Христа. Цель каждого священника и каждого мирянина проповедовать это таинство. 1 Петра 5 глава 12-14 стихи Все кратко написали вам через Силуана верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобна вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанем любви. Мир вам всем во Христе и Иисусе. Аминь. Толкование. Этот Силуан превосходно верует и усердно подвязается в деле проповеди. О нем и Павел упоминает и вместе с Тимофеем называет в посланиях сотрудником. Так он пишет 1 Фессалоникийцам 1 глава 1 стих Павел и Силуан и Тимофей. Вавилоном называют Рим по причине его знатности, которой Вавилон пользовался долгое время. Избранная называют церковь Божию, составившуюся в Риме. Марком называют евангелиста, именуя его и сыном по духу, а не по плоти. Ему-то он и повелел написать Евангелие. Тогда, как Павел пишет в Римлянам 16.16, 1 Корнефянам 16.20, чтобы верующие приветствовали друг друга лапзанием святым, Петр говорит, приветствуйте лапзанием любви. Но у обоих мысль одна и та же. Павел знает, что любовь о Господе больше всех добродетелей, даже мученичества за Христа. И потому целование святым называют то, которое дается в Боге. И Петр, когда говорит о целовании любви, разумеет истинной любви. Посему и прибавляет «Мир вам всем во Христе Иисусе». Говорит не об обычном человеческом мире, но желает им получить тот мир, которого удостоил и Христос, отходя на страдания и говоря «Мир оставляю вам». И замечая различие Иоанна 14-27 «Не так, как мир дает, ибо должно хранить мир не по пристрастию, но потому, что вы связаны любовью, так что должно переносить удары от соперника». Ученики Господа везде в конце посланий прилагают молитву, как бы печать, и те показывают искреннюю свою святость. Некоторые из бывших прежде нас думали, что Марк, о котором говорит о святой Петр, был сыном его и по плоти. Догадку это они основывали на том, что в деяниях апостольских Лука говорит, что после того, как ангел Божий чудесно освободил апостола Петра из темницы, в которой он посажен был Иродом и перестал руководить его, он, апостол Петр, пришел к дому матери Иоанна, называемого Марком. Деяние 12.12. Они полагали, что он пришел к собственному дому и к закону своей супруги. Второе послание апостола Петра, глава 1, первый стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равна драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Толкование Симон есть сокращенное имя Симеона как и Митр Митродора Мина Минодора Февда Феодосия С самого начала апостол пробуждает помыслы и души верующих побуждая их стараться в деле проповеди равняться апостолам ибо тогда как все получили равнодрагоценную благодать несправедливо было бы иметь недостаток в чем не будет таком в чем все оказались равными апостол постоянно желает верующим мира который дал им Христос по воскресении своем из мертвых и при отхождении к Отцу взывая мир вам Иоанна 20 19 21 26 Лука 24 36 и в церкви мы молим молим Господа чтобы дал нам ангела мирно и священник от святого жертвенника подает народу мир потому что мир есть мать всяких благ поэтому Господь заповедал ученикам своим чтобы они при входе в дома прежде всего подавали мир Матфея Бога и Христа и Христа и Иисуса Господа нашего как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью которыми дарованы на великие драгоценные обетования дабы вы через них соделались причастниками божественного естества удалившись от господствующего в мире растления похотью толкование силой Христовой получив бесчисленные блага мы можем и сделать сопричастниками божественного естества и достигнуть жизни благочестия посему должны жить так чтобы к вере присовокупить добродетель и через добродетель преуспевать благочестие доколе достигнем совершеннейшего блага которое есть любовь причастниками же божественного естества мы сделались через явление господа и бога который начаток нашего естества соединил в самом себе и через восприятие светил если же начаток свят то и целое свято освободившись от мирского растления совершающегося в плотской похоти сделались причастниками божеского естества ибо удалившись значит то же что освободившись вследствие мирской похоти называют растление потому что она слагается и вращается около предметов растленных второе петра 1 5 7 то вы прилагая к всему все старания покажите вере вашей добродетель в добродетели рассудительность в рассудительности воздержание воздержание терпения в терпении благочестие благочестие братолюбие братолюбие любовь толкование феофилакта показывает степени преуспеяния на первом месте вера так как она есть основание и опора добра на втором месте добродетель то есть дела ибо без них как говорит апостол Иаков 2 26 вера мертва далее рассудительность какая же рассудительность знание сокровенных тайн божьих которые доступны не для всякого но для того только кто постоянно упражняется в добрых делах затем воздержание ибо и оно нужно достигшему доозначенной меры чтобы не возгордился величием дара а как при кратковременном воздержании нельзя упорочить упрочить за собой дар ибо страсти несмотря на сдерживающую их свободу всегда любят стремиться к худшему то должно превзойти терпение оно произведет все и благочестие умиротворит и упование на Бога усовершит благочестие присоединятся братолюбие а ко всякому этому любовь которую апостол Павел называет совокупностью совершенства колоссианом 3.14 ибо любовь явила силу свою над сыном Божиим и над отцом его отца расположила отдать возлюбленного сына своего 1 Иоанна 3.16 наверное без первого просто Иоанна 3.16 а сына пролить кровь свою за нас это и есть наверное 1 Иоанна 3.16 перепутали что-то 2 Петра 1.8 если это в вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа толкование что это вера добродетель знание воздержание терпение благочестие братолюбие любовь которые должны не только быть но и умножаться ибо если полезно приобретение тех их то гораздо полезнее при умножении какая же польза от них та что имеющий их безопасен во второе пришествие Господа ибо кто не имеет их с тем последует слепота когда судья придет во славе и облистает как солнце если же зрение и уцелеет как-нибудь то оно не сможет безвредно смотреть на безмерный блеск ибо чрезмерный блеск света обыкновенно помрачает слабый глаз смотрящий на него 2 Петра 1 глава 9-10 стихи а в ком нет всего тот слеп закрыл глаза забыл об очищении прежних грехов своих посему братья более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание так поступая никогда не приткнетесь толкование изречение апостола Петра подобно сказанному апостолом Иаковом именно кто слушает слово и не исполняет тот подобен человеку рассматривающему природные черты лица своего в зеркале Иаков 1-23 ибо узнав что через очищение святым крещением он получил святость должен бодрствовать чтобы таким образом сохранить это освящение без которого никто не увидит господа а он забыл посему говорит братья мои более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание то есть то огласительное учение которое вы слышали при вашем избрании и быть неукоризненными в звании чтобы не быть вам осужденными в забвении дара Божия но прибыть твердыми в вашем звании второе петра первая глава 11 14 стихи ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство господа нашего и спасителя иисуса христа для того я никогда не перестану напоминать вам о всем хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине справедливо же почитаю доколе нахожусь в этой телесной храмине возбуждать вас напоминанием зная что скоро должен оставить храмину мою как и господь наш иисус христос открыл мне толкование о чем о всем а вышесказанном именно добродетели знаний и прочим примечай как прежде апостол хотел побудить страхом пришествием судьи а теперь убеждает обещанием благ входа в вечное царство божие что вы при постоянном напоминании об одном и том же не подумали будто их осуждают в праздности и не опечалились апостол прибавил хотя вы знаете и утверждены в настоящей истине толкование а в объяснение причины постоянного напоминания прибавил то что он знает что скоро последует разрешение его тела 2 Петра 1 15 буду стараться чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память помнили это ты прям целое предложение вставляешь что помнили это а потом а да ты впереди считаешь ну правильно толкование буду стараться чтобы вы и после моего отшествия всегда помнили это то есть мы непрерывно повторяем вам одно и то же для того чтобы обратить вам это в привычку чтобы вы через постоянное и неизменное усвоение сего избавились от обвинения в непослушании и незнании но и после смерти моей завещание всем хранили твердо и неизменно вот я тоже даю наказы когда у меня не будет как было приходят они те же вопросы задают но люди-то разные я отвечаю это я нестандартно отвечаю бывает где-то что-то упустишь добавишь окрещение и то другое уже делать замещание а Павел говорит Петр говорит я постоянно говорю и говорю тут писал обо мне один корреспондент говорит а как он должен говорить Лапкин говорит когда говорит ученики два же два не выучили я и долблю в одно место 2 Петра 1.16 время там у нас как давай давай еще ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитросплетенным баснем последуя но был очевидцами его величия толкование требуя со стороны верующих строгого внимания к своему благовествованию и долго настаивая над этим хотя они знают и не раз слышали апостол говорит теперь не напрасно я останавливаюсь на этом но потому что осознаю всю важность этого почему же потому что когда мы возвещали вам силу и пришествие Господа мы не пользовались человеческой мудростью в отношении к вам и не обольщали вашего слуха красноречия как язычник иеретики ибо язычники обольщают красотой и поэмами аеретики вымыслами вероятно они уже начинали тогда появляться ничего такого нельзя подозревать в нас ибо мы преподали вам учение простым безыскусным словом как и Павел говорит Коринфянам 1 Коринфянам 2.4.13 и преподали то что своими глазами видели когда вместе с ним восходили на святую гору апостол говорит о славе единородного которая явлена была апостола в преображении и о гласе отца который слышали они сошедшим на господа с неба от отца а как мы из самых дел узнали предвозвещенные пророками то и почитаем пророчество их вернейшим ибо слова оправдались событиями поэтому и вы хорошо делаете что внимаете пророчеству то есть предсказанием пророков хотя пророки в свое время говорили и не совсем ясно комментарий Игнатия Лапкина люди изучают риторику искусство ораторов но бог ценит более всего свое слово написанное открытым и прочным стилем который не всем нравится кто внимательно читает слово божье и заучивает стихи библии он получает от бога особый дар говорить божьим языком безыскусным словом речь такого человека имеет особую притягательную силу аромат неба постоянную свежесть заучивайте наизусть стихи библии хотя они и кажутся грубыми но сказанные вовремя и к месту они имеют неотразимую силу и устрашающее действие на противника хорошо сегодня потрудились и